Цвет флага «Справедливая Россия» — это цвет восходящего солнца. И солнце социал-демократии, хочет это кто-то или не хочет, оно же восходит над Россией неизбежно, как всегда, всходит солнце. Когда с трибуны Государственной Думы через слово говорят, честно ли это, а сами лгут, это самая яркая характеристика того, что сегодня происходит в нашей стране. Прошедшие думские выборы, несмотря на то, что нынешнее законодательство избирательное, мягко говоря, у нас далеко от совершенства, все равно сопровождалось нарушениями даже этого законодательства. С этой трибуны уже неоднократно приводили самые разные факты. Обобщая могу сказать, что же мы видели во время думской кампании. Прежде всего, мы видели неравный доступ к средствам массовой информации. Мы видели ограничение на возможность использования уличных носителей для размещения своей рекламы, именно ограничение для оппозиции. Мы видели фактическое запугивание и шантаж избирателей. Мы видели, как кандидатов от нашей партии увольняли с работы за то, что они члены не той партии, которой нужны. И это носило массовый характер. Мы видели предвзятые действия полиции по отношению к членам наших списков. Мы видели незаконное использование в интересах одной партии практически всего аппарата государственных и муниципальных органов, тот самый пресловутый административный ресурс. В день голосования мы видели массовый подвоз на автобусах людей, которые якобы под крепительным талоном голосовали из участка в участок. И это имело место особенно в республике Башкортостан, Перском крае, Владимирская, Самарская, Саратовская области. Мы видели бросы бюллетеней, которые, внимательно, Владимир Евгеньевич, это ваши прямые подчиненные, должностные лица избирателей участковой комиссии сами пальчиками бросали бюллетеней в урны. Наблюдатели членов комиссии с обещательным голосом от оппозиционных партий просто выбрасывали с избирательных участков, и тоже это носило массовый характер, хотя те цифры, которые здесь назывались, конечно, они далеки от истины. И, наконец, массовые фальсификации переписывали протоколов при введении в систему газвыборы. 221 участок в Петербурге и масса других участков по всей территории нашей страны. Я приведу сегодня только еще несколько примеров Пучеварской республики, но сначала хочу сказать о дне сегодняшнем. Сейчас идет президентская кампания. Я воспользуюсь, что здесь присутствует председатель Центральной избирательной комиссии. У меня нет никаких иллюзий, что, несмотря на обращение с предложением ему уйти в отставку, он уйдет. Но есть одна здравая идея, которую можно реализовать сегодня, и которая поможет никому не усомниться в честности подведения итогов по президентской кампании. Я уже об этом говорил и еще раз повторю специально для Владимира Евгеньевича. Коль скоро веб-камеры будут стоять на каждом избирательном участке, а вы знаете, что по закону каждая избирательная комиссия в конце должна заполнить плакатный большой протокол, большими цифрами, так пускай все это делается прямо под оком веб-камеры, пускай каждый человек, желающий, увидит окончательные результаты, которые потом не могут быть переписаны, иначе это будут как раз те самые фортификации, которые мы зафиксировали и в Петербурге, и в Москве, и в Ацрахани. Я говорил про Чувашию. Ну, в Чувашии начали с того, что агитацию активно проводил глава города Чебоксаров-Черкесов и практически все главы администрации.